Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Travel People! Сегодня мы с вами будем обсуждать египетский отель Jazz Fanara Resort. Поехали! Что ж, по традиции, вначале я расскажу вам очень ёмко, но самую важную информацию об отеле. Четырёхзвёздочный отель Jazz Fanara Resort находится в Шарм-эль-Шейхе всего в 30 минутах езды от аэропорта, что, кстати, вполне недолго и приемлемо. Он был открыт ещё в далёком 2000 году, но последняя реновация отеля проводилась в 2020, а значит отель должен выглядеть свежо и очень ухоженно. Отель очень популярен среди туристов и имеет очень высокие оценки по мнению посетителей, а именно 4,9 из 5 на гугле, 8,5 из 10 на букинге и 4,5 из 5 на три подвизоре. Общая площадь отеля составляет 38 тысяч квадратных метров, что не так уж и много для египетских отелей, но вечерком прогуляться точно будет где. Jazz Fanara находится на первой береговой линии и имеет свой собственный песчаный пляж. Также имеются три открытых бассейна с подогревом и без. Что ж, на первый взгляд всё достаточно хорошо и очень многообещающе. Поэтому давайте чуть-чуть поближе разберёмся, чем же этот отель привлекает клиентов и всё ли так хорошо в нём. Но, конечно, собственный песчаный пляж с пологим песчаным входом в море никак не может не привлекать клиентов. Особенно, если это туристы, путешествующие с детьми. Тем более, что пляж защищён от ветров, что делает его популярным в зимнее время года. Пляж хоть и не очень большой, но зато оснащён всем необходимым. Зонты, шезлонги, пляжные полотенца. Одно из главных изюминных отелей Jaspanara Resort, конечно, является его коралловый риф. Вообще, наличие кораллового рифа – это уже большой плюс для любого отеля. Здесь вы увидите множество различных видов рыб, невероятной красоты кораллы, осьминогов, скатов, а также множество других представителей подводной фауны. Так что не забудьте прихватить маску, трубку, ласты и всё остальное своё снаряжение для снорклинга. Ну а если вы любитель дайвинга, то отель предоставляет в аренду профессиональное оборудование, поэтому смело погружайтесь и исследуйте глубины Красного моря. Jaspanara – один из немногих отелей в Шарм-эль-Шейхе, который может похвастаться отличной озеленённой и ухоженной территорией. Видно, что за отелем следят, постоянно подстригают кусты, траву. Здесь вы увидите даже зимой множество различных красочных цветов. Ну а шикарные пальмы по всему отелю, по всей территории добавляют плюс 100 к роскоши. Что ж, ну а теперь к самому интересному, к минусам данного отеля. Питание Что, в принципе, не так уж и дорого и сложно вообще сделать для отеля. И во многих отелях-конкурентах это уже реализовано. Здесь, к сожалению, этого нет. Ну а если вы любитель комфорта и хотите заказать себе доставку еды в номер, то извините, этот отель не для вас, потому что такой услуги в данном отеле вообще не предусмотрено. Несмотря на недавнюю реновацию в 2020 году, данный отель как бы выглядит не совсем подобающе. Многие туристы жалуются на то, что старая мебель в номерах или обшарпанная какая-то мебель. Какие-то неработающие там краны или поломанные телевизоры, чайники. Что, в принципе, тоже после реновации не должно быть. Также часто гости жалуются на неработающие или шумящие кондиционеры, которые просто не дают вам спокойно спать в вашем номере. С учетом того, что реновация заявлена в 2020 году, а это было не так уж и давно, то отель мог бы уделить и побольше внимания этим вопросам. Хоть за отелем регулярно следят и опрыскивают специальными какими-то дезинфицирующими средствами, но все равно очень большое количество комаров здесь присутствует. И многие туристы это отмечают. Поэтому, если собираетесь ехать в этот отель, не забудьте прихватить какие-то либо фумигатор, либо какие-то средства от комаров. Это точно вам не будет лишним. В отеле нет пирса. Поэтому, если вы хотите посмотреть кораллы и рыбок, то придется самостоятельно вплавь добираться до них. В принципе, это не такая уж и большая проблема, но если вы путешествуете с детьми, то, конечно, это может уже осложнить ваш отдых. Да-да-да, сейчас я знаю, что вы мне скажете и напишите в комментариях, ты же начал с того, что пляж это главная достопримечательность и плюс большущий этого отеля. Но, к сожалению, сейчас буду его ругать. У пляжа есть как свои достоинства, так и очень большие минусы. И первый, самый главный минус этого пляжа – это крутой и очень высокий спуск. То есть, каждый день вы будете спускаться по такому достаточно крутому спуску или по ступенькам вниз и потом обратно подниматься в номер по этому же спуску. Другого способа попасть на пляж просто нет. Это может быть очень большим препятствием для людей, путешествующих с детьми или, например, для пожилых людей. Второй недостаток этого пляжа – это то, что на нем нет туалета. Если вы захотели в туалет, то вам придется по все тому же спуску, точнее уже теперь с этой стороны подъему, подниматься в свой номер. Ну, а также не могу не отметить то, что пляж достаточно маленький. И если вы хотите себе забронировать там какие-то лежачки, то в 9 часов утра вы этого уже точно не сделаете. Придется вставать раненько в 5-6 утра, чтобы прийти положить полотенце на лежачок, и тогда только у вас будет свое местечко. В отеле запрещено проживание с животными, что для некоторых людей может стать проблемой определенной. Лично для меня это абсолютно не проблема и даже большой плюс, потому что я буду уверен, что в соседнем номере ночью не загавкает собака и не разбудит меня. Но для любителей кошечек и собачек, то, конечно, тот, кто любит их таскать с собой по всему миру, это может стать такой небольшой неприятным сюрпризом. Ну, о плохом Wi-Fi это уже мне надоело говорить, если честно. Он во всем Египте очень плохой. В любом отеле, в каком бы вы ни были, в дорогущем или в очень дешевом, Wi-Fi практически везде будет, только в холле. Если вы хотите иметь нормальный Wi-Fi или интернет вообще в принципе, то по прилете в Египет сразу в аэропорту покупаете сим-карту. Она будет стоить там 10, 15, 20 долларов. И пользуетесь интернетом спокойно, с хорошей скоростью и ни в чем себе не отказываете. Что ж, друзья, в принципе, рассказал вам все положительные и негативные стороны данного отеля. Теперь уже судить вам и выбирать вам, стоит ли ехать в этот отель или нет. Лично мое субъективное мнение, ну, наверное, совпадает с оценкой большинства. Я бы дал здесь 4,5 звезды из 5, так как отель на самом деле очень уютный, очень красивый. Да, плохое питание в плане однообразия, но питание в принципе нормальное. То есть нет большинства, там, знаете, поголовных отзывов, что кто-то потравился там или что-то еще. Здесь можно отдыхать с семьей, комфортно, с детьми. Естественно, есть небольшие нюансы с пляжем, но зато они нивелируются хорошим коралловым рифом, классными рыбками, которые вы можете посмотреть, пофотографировать. Поэтому я бы рекомендовал данный отель к посещению. Что ж, на этом на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Ну и до новых встреч. Всем спасибо, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok